Оригинальное отделение партии «Яблоко» провело пресс-конференцию, на которой была дана оценка прошедшим выборам. Конференцию открыл лидер Саратовского отделения «Яблоко» Дмитрий Конычев. Он заявил, что партия не признала итоги прошедших выборов. До сих пор считают бюллетени, где-то наблюдатели не могут контролировать процесс. Председатель местного отделения партии Александр Ермишин рассказал, что наблюдателями на выборах были зафиксированы разнообразные нарушения, по результатам которых подано 12 исков районной суды с требованием пересчитать голоса на нескольких участках. В ходе минувших выборов «Яблоко» использовала метод так называемого позитивного бойкота. Суть ее в следующем. После того, как была ликвидирована строка против всех, граждане стали портить бюллетени или уносить их домой. После этого нужно было открыть сайт и посмотреть, отражен его бюллетень как опущенный в урну или нет. Десятки людей сообщили, что так уносили бюллетень, а он оказался подсчитан. Конычев подытожил выступление партийцев. Мы не признаем результаты выборов, так как непонятно, какие они на самом деле. Напомним, что информационная служба «Саратов-24» держит под контролем ситуацию с проверкой территориальных избирательных комиссий и отставкой их руководителей. Отметим, что в целом кампания в Саратовской области прошла открыто и легитимно. Это подтверждают эксперты. Жалобы и нарекания носили локальный характер и относились к отдельным избирательным участкам. В целом это не повлияло на результаты голосования. Стоит также отметить, что в отношении отличившихся избирательных комиссий сейчас проводятся проверки и уже заявлено, что результаты будут преданы гласности, а виновные в нарушениях понесут наказание. И еще один момент. Возможно, у яблочников просто не хватило сил, чтобы направить наблюдателей на все участки и реально контролировать ситуацию на выборах. Поэтому и была запущена программа «Позитивный бойкот». Вместо того, чтобы дать людям делать свой выбор, отделение яблока, наоборот, призывало их выносить с участков пустые бюллетени. Каким образом это может помочь объективному волеизъявлению, так и остается непонятным. Больше это напоминает Димарш ради Димарша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...